Это агентство специальных расследований. Я Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Каменное сердце, каменная душа, каменное лицо. Для многих каменный значит неодушевленный. А может, наоборот, камни – одна из древнейших форм жизни, которая для людей пока остается непознанной. Умеет ли камни дышать, передвигаться, любить и ненавидеть? Плещеево озеро в городе Переславль-Залески. Испокон веков это место считается культовым. На берегу водоема находится знаменитый на весь мир «Синий камень». Эта глыба, как живая, постоянно движется. Но как такое возможно? Ведь гигант весит целых 12 тонн. Летописи утверждают, синему камню поклонялись еще язычники, которые жили на берегу озера два тысячелетия назад. Но в христианское время церковь начала борьбу с идолопоклонством. Там был монастырь ведический. Как я говорил, там лежало восемь. Когда стали христиане строить свой храм, что они сделали с этими камнями? Они их бросили. Это произошло в начале 17 века. Как говорится в источниках, дьякон местной церкви не только распорядился сбросить «Синий камень» в яму, но и собственноручно засыпал его землей. Однако спустя всего несколько лет валун выбрался из-под земли и был обнаружен на прежнем месте. Тогда-то и стали говорить, что дух камня отомстил священнику. Наслал на него загадочную болезнь. Есть сила, которая превосходит вас в разы, и с которой вы сделать ничего не можете. Камень вот что-то это показывает, что как вы, идиоты, меня не топите, не убирайте. Я всё равно приползаю на это место, если где-то там нахожусь. Безжизненность кусков горных пород – лишь видимость. Камни умеют не только двигаться. Как и человек, они могут любить и ненавидеть. В этом убеждён скульптор Александр Рукавишников. С твёрдым материалом он всегда старается найти общий язык. Не считайте меня сумасшедшим, но у меня ощущение, что идёт именно знакомство и диалог. И потом, когда он понимает, что ты ему зла не делаешь, а пытаешься из него что-то сделать красивое, и его тем самым преподнести, выявить, он соглашается и тебе помогает. В процессе работы Камень часто даёт советы. Если их не понять, наказание может быть очень жестоким. У меня у моего друг близкого. Тоже он такой немножко человек заряженный, эмоциональный, всё, но несколько суетливый. И тут нельзя недооценивать опасность, потому что вот что-то они там подклинивали, там камень большой какой-то, да, тоже для скульптуры. Он упал, а оторвал ему переднюю часть стопы. Ну, сейчас хромает, еле ходит. Певица Катя Лель подтверждает. Очень важно вовремя прислушаться к совету, который даёт Камень. Однажды ей самой это удалось. В тот день певица возвращалась с гастролей. На ней были надеты серьги и кольцо с цитрином. Подарок мамы. Мы уставшие под утро ехали же в аэропорт, и вы не поверите, вся машина уснула. И в том числе я. И когда мне кто-то говорит внутри меня, «Открывай глаза, просыпайся». И в эту секунду я увидела в зеркале засыпающие глаза водителя, который ехал на огромной скорости по гололёду. И я успела сказать, «Быстрее открывайте глаза». И он быстро вырулил. То есть в этот миг я просто спасла всех, кто сидел в машине. С тех пор Катя Лель считает цитрин своим талисманом и всегда берёт его в далёкие поездки. Камень, будто живой, согревает, даёт комфорт и душевное тепло. На самом деле, мне кажется, мы недооцениваем силу камней и всё, что нас окружает вокруг. Мы этому не придаём так много значения. Я думаю, что в действительности это нечто большее, чем мы просто можем любоваться красивой вещью. Виктор Гроховский изучением камней и метеоритов занимается несколько десятков лет. Гипотезу о живых камнях учёный не признаёт и не верит в способность волунов самостоятельно передвигаться. Любое явление, которое мы не можем сразу объяснить, не нужно верить в что-то сверхъестественное. Нужно изучать, повторять, проверять, искать закономерности. Вот тогда можно говорить о каком-то научном объяснении. Синий камень возле Плещеева озера будто слышал мнение скептиков. Таинственные события, происходившие с ним, вновь и вновь доказывали. Эта глыба живая. В 1788 году в Переславле стали возводить духовскую церковь. Синий камень, к тому времени его называли уже чёртовым, решили заложить в фундамент колокольни. Перевозили валон зимой по озеру на специальных санях. Недалеко от берега лёд треснул, и синий камень ушёл под воду. Казалось, навсегда. Но спустя 40 лет глыба снова оказалась на берегу. Что это? Окончательное доказательство? Синий камень живой, имеет память и умеет двигаться? Кристаллотерапевт Олег Смирнов не считает синий камень сверхъестественным. По его мнению, валон лишь представитель иной формы жизни. Кристаллической. Возможно, в камнях идут какие-то неведомые нам процессы. И то обстоятельство, что человечеству об этом пока неизвестно, ещё не доказывает, что этого нет. Дело в том, что камни – это самая древняя форма жизни на планете Земля. Самая старая порода на планете Земля, там это порядка 3,5 миллиардов лет. Они долгоживущие, мы короткоживущие. И мы, и камень, мы находимся на разных эволюционных ступенях. На Земле существует много мест, где камни ведут себя как живые. Наиболее известная из них – долина смерти, что находится в американском штате Калифорния. Здесь каменные глыбы странствуют по дну высохшего озера. Это интересное явление, но их надо, как говорится, очень внимательно изучать, а не одушевлять их сразу. Есть масса всяких физических явлений, которые заставляют иногда, может быть, и реки бежать вверх, и процессы многие, как говорится, против течения идти. Олег Смирнов давно привык. Мало кто готов допустить саму идею существования каменной жизни. Поверить в то, что неодушевлённое способно двигаться, а тем более расти и размножаться. Это загадочное место находится в Румынии. Здесь живут легендарные траванты. Именно так называются камни, которые могут переползать с места на место и увеличиваться в размерах. Эти глыбы даже порождают потомство. Оно появляется, как у растений, путём почкования. Вначале на Волуне образуется выпуклость, со временем она растёт и отламывается от своего родителя. Как объяснить подобный феномен? Учёные до сих пор ломают голову над этим вопросом. Ведь если признать камни живыми, то это перевернёт всю теорию мироздания. Единственная гипотеза, которую может выдвинуть наука, траванты – аномальные явления. Такое же, как синий камень у Плещеева озера и блуждающие его луны в долине смерти. Любой факт должен повторяться, чтобы стать закономерностью и явлением. Если это единичный случай, то это аномальные явления. У нас есть люди, которые интересуются аномальными явлениями. Там больше сказок и фантастики. Недавно жизнь камней заинтересовала французских учёных. Они выяснили, что самые обычные камни совершают колебания с частотой раз в неделю. Можно ли сравнить эти колебания с человеческим дыханием? Или пульсацией сердца? Конечно, в этом смысле камень не дышит, но он взаимодействует с воздухом. Воздух всё время перемещается и подачивает камень изнутри. Вот в этом смысле камень может дышать. То есть он взаимодействует с воздушной стихией. И если о дыхании камня многие учёные продолжают говорить с долей скепсиса, то аура или биополе камней – явление более изученное. От живого человека первая аура примерно 30 сантиметров, вторая примерно полтора метра. Мы сейчас с вами аурами соприкасаемся. Так вот, у камня тоже должно быть, скажем, там 10-15 сантиметров. Но есть камни, у которых аура как у живого человека. Сюда, к Плещееву озеру, не раз приезжали исследователи аномальных явлений. Изучали биополе синего камня. Результаты показали. От глыбы исходит очень мощная энергетика. Выходят правы местные жители, которые считают синий камень чудодейственным. И верят в то, что он исцеляет от множества болезней, в частности от бесплодия. У камня есть специфическая сила, называется сила земли, которая может дать женщине возможность забеременеть и родить ребёнка. Мужчине выздороветь и стать более обеспеченным, более богатым, более мобильным, активным человеком. До недавнего времени Галатрея Даамант и сама не верила в действенность такого необычного способа поправить своё здоровье. Теперь она заявляет, камни способны врачевать и даже справляются с серьёзными заболеваниями. На начальных стадиях излечивается и рак. На начальных стадиях, потому что камень воздействует на тело и как бы блокирует распространение метастаз. С чего всё началось? У меня тоже начались раковые процессы. То есть я носила нефритовые кольца, нефритовые обручи, и у меня был такой пояс с нефритовыми камушками. Камни, полагает Галатрея, способны поставить диагноз, самостоятельно назначить лечение и провести его. Именно так произошло в её случае. Однако, чтобы цепочка сработала правильно, человеку важно не ошибиться в выборе своего камня. Эзотерики приписывают целительные свойства не столько драгоценным, сколько полудрагоценным камням, таким как опал, аметист или гранат. Ошибка в выборе камня может стоить человеку жизни. Кристаллотерапевт Олег Смирнов вспоминает историю. Знакомая его семьи приобрела серьги с бриллиантами. На камнях были странные коричневые точки. Впоследствии эта женщина, мало того, заболела и умерла от онкологии, весь её рот заболел. И они вымерли буквально полностью, весь рот вымер от онкологии. Существует поверье, что вот эти вот вкрапления, вот такие темноватые пятнышки, это души демонов, заключённые в бриллианты. Целебные и опасные свойства камней можно объяснить с научной точки зрения. Дело в том, что иногда горные породы оказываются источником естественной радиации. Те же самые уральские базальты с повышенным фоном. Если вы будете мерить радиоактивность под конструкциями, которые щепнят, соответствующие изготовлены, то вы увидите очень большой фон. Наиболее распространённый естественный радионуклит – это радон. Его избыток приводит к развитию раковых заболеваний. Но небольшое количество этого элемента благотворно сказывается на организме. Допустим, камни Макоши, они очень маленькие, и на них лунки есть, чтобы дождевая вода у них застаивалась. И считалось, что поскольку от камня идёт очень хороший фон излучения, то и вода тоже целебная, и этой водой лечит. Итак, сторонники существования каменной жизни убеждены. Камни могут лечить, дышать, передвигаться с места на место и размножаться. Скептики отвечают – просто на них воздействует вода и ветер. От них откалываются куски, а в их поры входит и выходит воздух. Кто же прав? Камень бывает живой, бывает неживой. То есть это рассматривается через измерения и зависит от излучаемой камнем энергии. Любой человек может поверить в свои слова, если он поднимется в горы и один на один, то есть сядет на камень и посидит на этом камне в окружении огромных скал. Он может почувствовать эту энергию как настроение, которое создаётся у него внутри. Недавно исследователи заметили – синий камень возле Плещаево озера начал погружаться под землю. Одни посчитали, что камень просто не выдерживает веса паломников, которые в буквальном смысле вдавили камень в почву. Другие назвали это дурным знаком – якобы валун предчувствует конец света. Лично мне в этой истории ясно одно – жизнь и легенда синего камня продолжаются. И, наверное, это не случайно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова